Немножко рассказывать о опыте в своем работе с Женкинсом и с Пиннакером. И буду рассказывать о плюсах и минусах тоже. Итак, поехали. Как вы знаете, DevOps методология... ...нашого артефакта, выкатывания нашего продукта. Руками не очень, и не очень хорошо это конфигурить, и вообще это плохая практика. CACD нам позволяет в разы увеличить скорость до выкатки новых версий нашего аппликейшна, протестировать автоматически, его выкатить потом на продакшн. Женкинс является одним из основных средств, которые на данный момент активно используются, развиваются. Да, и появился он очень давно, поэтому имеет большое количество плагинов, функционал, очень гибкий. Но, с одной стороны, на данный момент есть на рынке много других решений, которые упрощают какие-то конкретные задачи в разы быстрее. Я буду рассказывать о Дженкинсе. Тут мы видим, что у нас девелоперы закоминтили какой-то код в гид-репозиторию. Он попал, например, в какой-то бранч. После этого автоматически мы можем прикрутить CI-CDI, CI-ные тесты через стекол CI, Travis CI, например. После этого стриггернулся через Webhook джоба в Дженкинсе, и оно пошло проверять. Там сбил дело, прогнал какие-то тесты, дал результаты, и мы залили наши артефакты. Дальше мы можем уже двигаться, деплоить в начале в DevCluster, потом в следующий и так далее. Это самое простое. Тут мы видим, что нарисован Spinnaker – это одно из решений, как использовать CI-CDI. Spinnaker является продуктом для… Тема доклада Дженкинс и Spinnaker для деплоймента аппликационалов в Кубернете. Spinnaker является одним из тулингов для CI-CDI. Понятно, что в Дженкинсе тоже можно настроить деплоймент наших аппликационалов через Ansible или что-то еще, Bash, скрипты и много разных подходов есть, как же деплойить артефакт. Но Spinnaker изначально писался в компании Netflix для деплоймента аппликационалов. У него есть большое количество плюсов, ну, а также большое количество минусов при работе с Кубернетиком, о которых сегодня мы и поговорим тоже. Дженкинс – это open-source продукт. Второй Дженкинс поддерживает pipeline, это код. Вот сейчас появился Дженкинс configuration as the code, а также Groovy DSL, который дает большую нам гибкость при написании наших пайплайнов. На данный момент, как я и сказал, есть configuration as the code, job DSL и job pipelines – это Дженкинс файлы, которые мы можем в нашей репозитории положить и, соответственно, настроить так Git-плагин, что он просканировал наши гид-репозитории, увидел Дженкинс файлы, добавил там джобы, и вот в нем есть пайплайны, как билдить наши артефакты и так далее. Я использовал еще пару лет назад, начал использовать job DSL на одном из проектов, и он дает большую гибкость. Но при этом придется поломать голову, пописать скрипты на Groovy, что не очень есть тривиально и так далее. Но благодаря job DSL мы сделали полную автоматизацию и генерацию больше таких ачет-шоп, которые за 3-4 минуты до 5 минут при старте Дженкинса генерили, создавали и то же самое конфигурили Дженкинс. Сейчас появился плагин Дженкинс Configuration of the Code, Каск так называемый, он позволяет через YAML описать более проще настройку нашего Дженкинса, джобы и так далее. В принципе, для небольших проектов Джек Каска хватает с головой, и порог входа в него в разы проще, чем в Groovy скрипты. Но Groovy дает большую гибкость. Итак, что мы тут видим на этой картинке? У нас есть гид, как в качестве гид-репозитория, сорс-репозитория. Мы закоммитили, сработал триггер, в Дженкинсе есть возможность настраивать веб-хуки, соответственно, гид можем повесить в веб-хук. Срабатывает триггериста джобов, в качестве нашего проекта запускается, билдится и заливается. В данном случае тут он у нас используется в GCP-клауде, соответственно, мы можем докер-имидж, который собрали, положить в Google Container Registry, какие-то другие артефакты, положить в Google Cloud Storage. Это аналог Амазона S3. После этого можем уже делать наш аппетит с помощью спинокера, в данном случае. Деплоить каким образом? Можно интегрировать Дженкинс со спинокером и триггерить пайплайны в нашем спинокере. Для деплоимента в Kubernetes хорошо подходят холмчарты, но спинокер холмчарты в данном случае он не использует. Он с холмчартов делает, генерит ямл-манифесты, так называемая бейк-операция. И после этого уже применяют чисто ямл-манифесты. Дальше немножко поговорим об этом. Функт Дженкинс пайплайнов. То есть может наследоваться цикл в параллели, легко программируется. Пайплайны легко по реюзате. Например, на том проекте, в котором я участвовал и рассказывал, что на Груве генерировалось больше тысячи джобов, мы использовали шары клабрари в Дженкинсе и, соответственно, написали свои генераторы. С наследованием. Был у нас, например, там, бейс-класс, потом наследовался для билда джава, аппликейшенов джава, класс, который с бейса и шел и так далее. Было наследование. И были ямл-манифесты, ямл-фалики, в котором было описано имя проекта, группа и репетитория этого проекта. И, соответственно, Дженкинс, когда стартовал, запускал скит-джобы, скит-джоба лезла в гетхаб, выкачивала шары клабрари, пайплайны и наши Груве скрипты. После этого генерили джобы на основе этого. И, соответственно, у нас автоматически все появлялось. И нам было без разницы, где запустить Дженкинс. Локально или на другом сервере. Это занимало минут пять после деплоя, и мы получили генетичную конфигурацию. Для того, чтобы у нас постоянно было актуальное состояние, мы прикрутили веб-хуки. Соответственно, после коммита в бранч, пул-реквеста и мержа уже в мастер, после аппрувал, срабатывал веб-хук, выкачивались опять с данного тайплайна и генерили джобы. Если нам надо было добавить новый сервис, мы добавляли новый сервис в специальную группу по типу, где там у нас было описано несколько групп. И просто имя сервиса и его репетитория. И после этого автоматически для этого сервиса генерировалась пачка джобов. Руками никто ничего не делал. Соответственно, это повторяемость переиспользования и автоматизация. Для того, чтобы Дженкинс конфигурить автоматически при старте, есть такая возможность написать на груви скрипты и положить их в директорию и нет в груви D. Дженкинс, когда запускается автоматически второй, он всегда выполняет скрипты с таким директором. Таким образом, мы можем настроить полную автоматизацию поднятия нашего Дженкинса. Особенно это очень помогает, когда Дженкинс деплоится на кубернете. Мы написали, запомню, Дженкинс запустился, пронинстолизировал. В данном случае, например, тут лежат скрипты, в которых была настройка таймзоны, слайвов, подключение шары к лабрере, креденшилов, создание стиль-джоба, единственная джоба, которая потом вытягивала пайплайны и генерилась. Интеграция со слаком и так далее. Это вот примеры настройки, например, нашего таймзона. Никто руками не должен лезть в Дженкинс, я считаю. Оно должно быть все автоматизировано руками. Таким образом, мы можем запустить его 10 раз, и он 10 раз у нас будет идентично настроен. И исключаем ошибки, которые допускаются часто, невнимательность опечатка и так далее. Да и просто это легче переподнять environment. Второй кусочек кода, это, например, креденшил настраивается. Это пишется на груве. На джекаске, который недавно появился, чуть больше года, на нем в разы проще это все настроить и описать. Будет дальше пример. Вот еще пример на пайплайна на самом груве. То есть параметризированная джоба, параметры и описывается. Джекаск, как я и сказал, он более проще. И с 2018 года был предъявлен, и он нам позволяет через YAML-манифест описывать конфигурацию. Соответственно, им же можно настроить конфигурацию Jenkins при старте. То есть нам не надо вникать в груве, писать на груве и так далее. Когда я разбирался в груве, это было больше двух лет назад, очень было мало документации, но при этом очень много было проблем. Часто вещи были такие, что одна функция, она вроде работает, но она не работает. И чтобы она заработала, надо применить декоратор к ней. Сказать, чтобы она выполнялась, например, чисто нативный Java код. И таких было много моментов. За последние два года груве активно вырос, его допилили, и стало в разы комфортнее с ним работать. Но джекаск для небольших проектов вообще позволяет легко автоматизировать Jenkins для старта. Вот таким образом, как вы тут видите, мы можем описать credential от G2 и настроить конфигурацию. Соответственно, у нас тут 7 строчек, и благодаря этими 7 строчками у нас автоматически настраивается плагин G2 в самом Jenkins. И он будет всегда настраиваться. Нам не надо тратить время идти его ручками настраивать. И таким образом можно описать названия нашего Jenkins'а, плагинов, какие мы подключаем, какие инеблемы, конфигурации плагинов, создать те джобы, например, или джобы, и описать, что у джобов какие-то там пути. Отписать их как вьюшка, она в самом UI-ке отображается, вложена с ним и так далее. Это все через G2 можно отписать и поддерживать. Можно создать несколько YAML файлов, в которых это описать, и они будут применяться. Они лежат в директории Каск в Jenkins'ом, Каск конфиг, по-моему, если я не ошибаюсь. Это пример те джобы, которые, например, можно использовать. Это не с реального проекта, это с Eneta взят пример, потому что с проекта не все можно показывать, даже с того, которое я делал два года назад. Запускается эти джобы, можно автоматизировать ее, как в предыдущем слайде было, в InetGruVD была эти джобы, которая создавалась, в ней был указан репозиторий, откуда выкачивать. Она выкачивала пайплайны и запускалась, и после этого генерила все наши джобы, которые были. Ее единственное назначение просто запуститься, выкачать, и на основе того, что выкачало, создать пайплайн. Это что касается Jenkins'а. Jenkins'а очень гибкий опенсорсный продукт для CI. Для CD'а уже надо использовать внешние средства или писать в жопах свои скрипты. Например, если проапдейтить, пройтись по нодам Amazon или GTP, что-то сделать, поставить пакеты и так далее, тут может МТП подойти легко. Но если нам надо выкатывать разные артефакты и выкатывать его в гетерогенные среды в разных конфигурациях, то Spinnaker подойдет больше. Но я сразу могу сказать, что Spinnaker – это молодежная и молодая, но я его не рекомендую использовать везде, где только можно. Для использования Spinnaker надо иметь матчурную команду и четко понимать, зачем он вам нужен. Я постараюсь чуть дальше объяснить, почему это так и почему не всегда Spinnaker подойдет. На рынке есть большое количество других продуктов, которые могут упростить вам жизнь в разы. Spinnaker поддерживает мультиклауды, деплоймент в разные клауд-провайдеры, в Amazon, Kubernetes, Google Cloud и так далее. В контейнеры сейчас появилось, в Kubernetes поддерживается уже второй плагин. Но при этом он поддерживает деплоймент стратегии Blue Green, Rolling Blue Green, Highlander, Canary. Canary у него есть модуль аналитики, который, например, с Kubernetes он использует метрики или с Prometheus, или в том же JTP со стекдрайвером может брать. И на основе этого происходит кэнерри. Автоматический кэнерри аналитики, гибридный клауд, VM как контейнер, он может собрать имидж вам. Имидж под капотом собирается пакером. Мультиклаудные деплойменты, да, сейв деплойменты, когда мы можем сказать, мы деплоим до такого-то СЭПа, и после этого нужно пруф, деплоить или нет. Например, мы настроили цепочку нашего пайплайна, мы деплоим, собрали код, наш артефакт, задеплоили, прогнали там тесты в коде, все хорошо, собрали артефакт, задеплоили в Dev. После этого мы прогнали тесты, все хорошо, задеплоили в Stage, прогнали интеграционные тесты, все работает. А вот деплой в Prod в этой цепочке мы должны уже ручками запрувить в самом спинокере. Дали апрув, и он пошел дальше деплоить. Поддерживается в коробке HouseMonkey, когда мы можем протектировать на нагрузку наши сервера, что происходит при создании удалений большого количества плагинов. Это все классно. Но при этом очень большое количество багов, я сразу говорю. На данный момент, по-моему, 390 иши на гитхабе открыто, и очень много багов как раз по связке с кубернетикой. Давайте теперь поговорим, с каких же компонентов все-таки у нас спинокер состоит. Это Orca, Cloud, Driver, Gate, Rosco, Deck, Icar, Echo, Front, Fiat, Fiat, Winkly и Coenco. Если вы какие-то функции не включаете при деплойменте вашего спинокера, то этих контейнеров не будет, например, в кубернетисе, если мы деплоим. Вот тут мы видим, что не все компоненты присутствуют, потому что определенный функционал не включен, и они не запускаются. Orca нам дает как раз за пайплайн, оркестрацию пайплайнов отвечает. Клауд драйвер за интеграцию с клаудами. И тут есть такой момент, когда у вас что-то не работает, например, не работает работа с бакетом или деплоймент в какой-то клауд. Надо смотреть логи клауд драйвера. У меня на одном из проектов был такой кейс. Мы интегрировали спинокер, использовали в Амазоне. И у нас использовался по умолчанию US-IS-1, по-моему, если я не ошибаюсь, смогу ошибаться, дефолт найти регион. И что происходило в этот момент? Спинокер все запускался. Это было 1.11 или даже 1.12 версия. Он запускался, коннектился к бакету, создавал там файлы. Но при этом в УАЙКу, когда вы входите в УАЙКу, она говорит, ну, а я не могу создать пайплайн. У меня нет доступа к бакету. И по логам ничего не пишется. И долго прибирали параметры, и оказалось, на одном из формов, я тогда вычитал, был совет. Если у вас дефолтный регион AWS-а, уберите ключик регион для настройки этого бакета. Настройки раздела сторожей. И вот тут в документации он указан. При этом, когда мы убрали, все заработало. Если поменять с этого дефолтного региона, мы поменяли там на US-East 2, то все работало с коробки. И вот таких багов очень много. Спинокер написан на Java, и дебажить в нем всегда тривиально. Да, если иметь эксперимент в Java, можно нам дебажить. Похожие кейсы были из GTP тоже. Именно с интеграцией клауд-драйвера. Например, на последнем проекте разбирались, и тут как раз это нашел Саша Корненко, который мне очень помогал, помог в проекте. Он у нас вообще гуру спинокера. Оказалось, S3, у нас не работала интеграция GTP. Время от времени почему-то в какой-то момент пристало. Оказалось, Google выкатил новую версию API в 18 часов. И все резко поломалось. А дебажить это было тоже не сразу тривиально. Но по логам клауд-драйвера как раз мы нашли похожие месседжи, и потом пошли дальше и раскопали этот клубок. Gate. Gate – это у нас как раз API нашего для всех компонентов спинокера. Все компоненты между ними, через него общаются. Roscoe – это как раз для бейкерия сервис. Он как раз, как я и говорил, использует пакер под капотом для билда амишек, если мы деплоимся в разных клауд-провайдерах. Deck – это наша лайка. Это веб-интерфейс. Deck. Когда у вас лайки, что-то говорит, он не законнектилась, мы можем посмотреть логи дека, потом посмотреть логи гейта, и после этого уже посмотреть логи клауд-драйвера. Зачастую сразу видно, почему. Понимание есть, и можно идти сразу смотреть логи клауд-драйвера, если это работа с клауд-провайдером. Игорь – это сервис, который отвечает за интеграцию с Jenkins. Spinner поддерживает интеграцию с Jenkins. Чуть позже я покажу, каким образом, но она не оптимальна. Лучше делать через PubSub. Кайента для автоматического анализа метрик, которые собираются, например, или в Prometheus, или в тот же Stackdriver, и по ним уже принимается решение, деплоить ли следующую версию или нет. Для того, чтобы у нас это заработало, нам метрики должны минимум час собираться. После этого только Canary Deployment начнет работать. Эхо – это просто KVL-хранилище для… Точнее, это сервис для нотификаций, алертов. И Front 50 – это для работы с persistent storage в Spinnaker, с persistent disk, где конфигурации хранятся, S3-баки, Cloud Storage, GTP, где все это хранится. Fiat у нас за авторизацию отвечает. В Spinnaker можно настроить авторизацию, точнее… В Spinnaker можно настроить… Мы делали тестовую демку аунтификации с Microsoft Azure. GTP у нас она не заработала, хотя заявлено, что работает, но по факту не работает. Это вот Саша Корненко тоже копался и дораскапывали, что оно не работает. С Cessure-ом завелось сразу. Daitley – это специфичный кейс от Armory. Есть еще, как я не сказал, коммерческая версия Spinnaker – это Armory. И прайса у них на сайте нет, я не знаю. Но она поддерживает интеграцию с Vault'ом и другие вещи. Там большой список отличий. Комьюнити Spinnaker не поддерживает интеграцию с Vault'ом, и вы в своих байтлайнах не можете использовать секреты. То есть вы или должны их как-то передавать, или если использовать тот же Kubernetes, мы должны написать в собственный оператор и повесить, как, например, Admission Workbook для того, чтобы подставлять им наши секреты. Иначе они будут в пайклайнах. Такая картинка взаимодействия сервисов Spinnaker, микросервисов. Запрос, лайков, лайков, гейт идет, ну и дальше уже по остальным сервисам. Дженкинс и Spinnaker. Да, Дженкинс мощный инструмент для билда, но в нем, как такового, нет CD. CD там есть разными плагинами добавляется, ну или своими скриптами. А Spinnaker направлен именно на CD, Continued Delivery и Deployment. Есть API, развивается, продукт вышел с компании Nestle. Но тут я сразу хочу сказать, что если нам нужен Deploy только чисто в Кубернетис обычный, то лучше использовать специальные продукты, которые предназначены для этого в Кубернетис. Например, GitOps-подход, WaveFlux как вариант, потому что Spinnaker как таковой не поддерживает мультитенант. Это первый. Второй, он очень громоздкий и сложный в настройке. Вы больше времени потратите на настройку и разбирательство с проблемами, если вам для настройки интеграции только же с Кубернетисом. Если у вас не Кубернетис, а мультиклауд сразу, тогда даун эффективен будет. Дальше мы еще поговорим, как в Кубернетис класса добавляется Spinnaker. Нативный Кубернетис и Spinnaker. В нативном Кубернетисе есть понятие реплика rollout. В Spinnaker это percent rollout, flow rollout, fast rollout и так далее. Spinnaker с Jenkins можно синтегрировать через плагин Игорь, за это отвечает компонент Игорь, и синтегрировать линку. И Spinnaker умеет… В Spinnaker мы можем прописать IP нашего… или имя хоста нашего Jenkins'а. Используется только basic каунтификация. HTTPS, если вы используете тот же сертификат, должен быть валидный, подписанный на центрами сертификации. Если вы сгенерили собственный, то у вас HTTPS в этой связке не заработает. Он будет ругаться, говорить, что неправильный конфид. И используется username password, что есть небезопасный. И когда вы будете конфигурить разные типы авторизации, матрицы авторизации в самом Jenkins'е, у вас это может поломаться. А если вы будете использовать интеграцию с GitHub'ом, с использованием MFA токена, то этот подход тоже у вас не заработает авторизоваться через HTTP. После этого, как вы синтегрировали, это один пример. У вас в Spinnaker появится возможность добавить как триггер Jenkins'а и выбрать ее. На практике лучше использовать подход PubSub'а. В HTTP это PubSub, в AWS через Kafka можно, SNS можно использовать. На данный момент Spinnaker поддерживает следующие клауд-провайдеры. Это Google App Engine, AWS, Azure, DCOS, Cloud Foundry, Google Compute Engine, Kubernetes, Oracle Cloud и OpenStack был уже удален в последней версии. Если так посмотреть на терминологию между Spinnaker'ом и Kubernetes'ом, в Spinnaker'е это кластер, в Kubernetes'е это deployment будет. Если это сервер-группа в Spinnaker'е, то в Kubernetes'е Workload. Load Balancer в Spinnaker'е в Kubernetes'е интерпретируется в сервис. Firewall' — это Network Quality, аккаунт — это кластер-креденшал. Для... Сейчас, минутку. Почему вынесли... Я так понимаю, OpenStack в последнее время теряет именно позиции свои, и он был удален. Может, за него отвечали разработчики OpenStack'а, не знаю. Но в документации Spinnaker'а в 1.15 или 16 версии, это уже было написано, что он деприкейтен. На данный момент уже 1.17 версии. Теперь дальше. Для того, чтобы Spinnaker... Spinnaker'а поддерживает 2 плагина для работы с Kubernetes'ом. Первая версия — это Legacy, он уже деприкейт, это в новых версиях. И вторая — по умолчанию используется вторая. Вторая у нас поддерживает уже большее количество артефактов. Первая не поддерживал. Любой registry можно использовать. Но тут есть один такой большой нюанс при деплойменте. Когда вы деплоите ваш аппликашен стандартный хелм-чарт, стандартные манифесты, которые под Kubernetes'ом, сервис, это будет работать. Но если у вас есть в ваших манифестах, например, специфичные манифесты, например, для создания virtual route'ов в Istio или в чем-то еще, это с коробки работать не будет. Вам их надо прописать и специально настроить. И это доступно только с 1, с 17 версий, с последней. Вы четко описываете, какой кастомный ресурс разрешен. По умолчанию, если этого не прописать, у вас оно будет фейлиться, говорить, что неизвестный кастомный ресурс, я его задеплоить не могу. Деплоймент стратеги. В Spinnaker поддерживается несколько деплоймент стратеги с коробки. Это Red и Black, то есть Blue и Green можно по-другому назвать. Rolling Red и Black, которые мы понемножку количество контейнеров уменьшаем, а там увеличиваем в новом деплойменте. И Canary. Canary работает. Canary, у него есть анализ по метрикам. Вы их можете брать, как я и сказал, если мы работаем с Kubernetes, с Prometheus, если GCP, то собирать в Stackdriver. Stackdriver, если у вас много проектов, собирать все это централизованно в Stackdriver, со Stackdriver забирать под нужный класс. и это использовать. Но метрики должны собираться около часа, минимальное время. После этого только будет доступен Canary. Это деплоймент. Мы можем описать разные стейджи нашего деплоймента. И тут указан Manual Approach, это Judgment, так называемый. Заапровали и пошли дальше. В этом плане Spinnaker очень гибкий в настройке, в лайке можно это делать, можно свои пайплайны делать. Также в Spinnaker есть темплейты, по которым можно генерить. Но есть одна проблема. Темплейты не поддерживают параметры. Параметризированные темплейты раньше нельзя было сделать. Может, что-то поменялось в последней версии или поменяется в будущем. Но когда я пробовал сделать, они не работали. Параметризированные пайплайны можно. И параметры можно Женкинса передавать параметризированные. Тут мы видим стейдж, и можем описать нашего деплоймента и наши шаги в пайплайне. В конфиге в Spinnaker наши пайплайны хранятся в JSON-файликах. Соответственно, есть утилита Spin, через которую можно прокидывать наши конфигурации, чтобы их ручками не конфигурить в IT. Если мы посмотрим в сторону Кубернетиса и посмотрим с интеграцией с несколькими кубклассерами, самое тут интересное, что открывая документацию Google Клауда, мы находим уйму документаций, уйму солюшенов, как это делается легко. Но по факту большая часть из них или уже устарела, или нерабочая. И самой большой проблемой в этом кейсе кроется один момент, что Spinnaker для того, чтобы добавить еще новый кубкластер, надо сгенерить кубконфиг. Но при этом этот кубконфиг должен содержать все кубкластера, которые у вас есть. Соответственно, если у вас был один кубконфиг, один кубернетис кластер, вы должны сохранить этот кубконфиг, который при деплоймате прокидывал. Добавился новый кластер, добавить в этот кубконфиг в правильном порядке конфигурацию креденшила второго кластера. В кластере создать сервисный аккаунт, которому дать role-based access control настроить, для того, чтобы Spinnaker потом мог коннектировать. Сгенерить новый кубконфиг, его залить в Spinnaker, и в Spinnaker в холярде, холярд это менеджмент утилита, в кубернетис это отдельный контейнер, применить эти параметры, сказать, что у меня еще один кубклассер появился, и сделать how deploy, и после этого он завдеплоит и применит эти параметры, и тогда только кубернетис кластер появится. Поэтому этот шаг не очень удобный для автоматизации. Стандартно кубконфиг через, если использовать холмчарт Spinnaker ванильный, он пробрасывает кубконфиг через секрет. Монтируется секрет, и этот секрет потом монтируется в контейнер, и с секрета берется кубконфиг холярно. вот тут мы видим на этой картинке кубконфиг с сервисным токеном, и он должен содержать, то есть это должен быть именно один кубконфиг, который включает всех кубкластеров, которые у нас есть. Только тогда Spinnaker его можно скормить, появится новый кубкластер, и вы туда сможете деплойить. Что касается интеграции со стек-драйвером, с Prometheus, с стек-драйвером, и то, и то работает. С Prometheus в принципе вообще без всяких проблем работает, с стек-драйвером работает, но там надо в новой версии GKE, новая версия мониторинга, которая не легости, там в принципе надо только задеплоить вам собственный Prometheus с сайт-каром стек-драйвер Prometheus, чтобы с ваших аппликационов вы могли собирать кастомные метрики и их отсылать в центральный стек-драйвер. Один стек-драйвер в Spinnaker настраивается только один стек-драйвер, и в этом стек-драйвере должны быть метрики всех ваших кубкластеров, ваших аппликационов всех кубкластеров, и тогда вы эти метрики можете использовать. HouseMonkey в принципе дает классный туллинг для того, чтобы нам это потестить, погонять, под нагрузочку, например, сказать, давай создавай 20 или 100 контейнеров, или сразу проапгрейдить их, вы увидите поведение, как у вас система будет жить. Это все там задается, можно настроить вуайки Spinnaker, это классно. но таким образом. Из туллинга это Spin, это менедж пайплайнов, когда вы можете сохранить пайплайны в JSON и написать собственное в JSON и потом их импортнуть, чтобы вуайки это не классик кнопочкой. Полной автоматизации деплоймента Spinnaker сложно добиться, то есть это, я думаю, реально, но надо потратить много времени. Мы этого не делали полной автоматизации, потому что возникло ряд проблем, но и по времени тоже есть. Armory, многие хвалят Armory сборку, это платный Spinnaker, который поддерживает support, поддерживает ряд фич, одна из них это интеграция с кашкор с Волтом, вы можете в своих пайплайнах использовать секрет из Волта. Комьюнити не умеет, это если так вкратце. Что я еще хотел сказать, если у вас всего лишь несколько куб кластеров, и вы хотите деплоиться туда, это будет в разы проще написать по Jenkins деплоимент через Helm, например, Helm 3 сейчас отлично, или использовать GitOps подход, который поддерживает Canary деплоимент, тот же Flux работает в Plasma, и это будет в разы быстрее и проще. И самый большой момент, если вам нужно делать мультитенанты, в кубернетисе Spinnaker он этого не поддерживает. максимум, что вы можете разделить, это по namespace, это будет не очень правильно. Это то, что я хотел рассказать вкратце. Я со Spinnaker работал только последние два проекта и еще в одном месте я работал со Spinnaker. Но могу сказать, у нас есть очень сильный гуру по Spinnaker и специалистов. Как я говорил, Саша Корниенко, ему большое спасибо за помощь. Ну и может теперь появились вопросы. Спасибо что послушали. Привет, это Женя Глотов. У меня есть вопрос по какой-то практической части. Есть ли какие-то видеоролики или демонстрации по всему в каком-то живом окружении? Еще раз можешь повторить плохо после? Да, да, да. Я спрашиваю, есть ли где-нибудь знаешь ли ты демонстрацию Spinnaker в живом окружении, то есть с консольными командами, UI, вот этим всем, чтобы немножко представление получить, как оно вживую выглядит. Ролики в Гугле можно найти, есть, то есть как конфигуриться, как настраивать, но практически на большинстве роликов рассказывается, как это классно и молодежно, как все круто, функционал, но не рассказывается о подводных камнях, на которые мы реально сами наступали. Spinnaker это узкоспециализированный продукт, узкоспециализированный продукт для CD, то есть если вам именно надо деплоить в разные мультиклауд, кластера, и вы имеете матчурную тимку у себя, то есть вы должны понимать, зачем это надо, потому что затраты на поддержание настройку будут выше, чем использовать другие продукты. Видео в принципе по базовым вещам в Ютубе легко найти. Они есть. Еще может в Альтернативы чисто для кубернет с деплоймента ты бы предложил по CD? Wave Flux я бы предложил. Ну, GitOps подход. Парочку накидай. Можно Хелм деплойить Хелм третий самим. Можно использовать GitOps подходы. Там есть два продукта. Но я бы их использовал. Можно использовать Tektron, который Google пиарит, но я его пока же не рекомендовал. Он очень важный и не очень так работает. Хотя это подход с НСФ, с Кубер или все самое. Можно Cloud Build, но тоже с натяжкой. Но это больше TI, но можно добиться автоматизации простых решений в Кубер нете. Я не работал так плотно с Wave Flux. Там есть вариант параметризации манифестов и кем бы там? Например, perform output манифесты, Vault Secrets? Смотри, он не поддерживает точно так же Vault Secrets. Насколько я помню и знаю, но ребята рассказывали, как они делали в Киеве. Рам парень рассказывал, что они обошли этот кейс благодаря Kubernetes Admission Controlling. они написали Арго CD тоже неплохо. Они написали собственный Admission Controller, повесили и он просто при deployment подменял параметры. Коннектился к Vault, с Vault брал нужные секреты и подставляется на лету в ваш манифест, который применяется. на своем проекте сделал просто синхронизацию с Vault в виде отдельной дроби и все, и вопрос был закрыт. Да, 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 я же говорю, это можно обойти другими средствами. Но чем классно, тем тот же WaveFlux, Git подходы, вы можете делать multi-tenant. Вам не нужен центральный сервер как таковой, потому что вы можете оператор задеплоить в каждой namespace. Это будут изолированные, грубо говоря, ваши deployment и работать в каждой своем namespace. То со спиннакером multi-tenant вы не добьетесь. и сам спиннакер должен иметь доступ к каждому куб-кластеру. Тут еще такой момент, если вы будете использовать GCP и много проектов у вас будет, то вам надо проекты делать в IPC пиринг. Но если вы деплоили Google Kubernetes Engine как приватный куб-кластер, то вы к нему не получите доступ. Вам по-любому придется делать public endpoint и накручивать авторайз нетворки. Что не всегда возможно в проектах. Это тоже может суетить место, где использовать спиннакер. Вот у нас на проекте как раз мы в это тоже уперли. Да, мы обошли, нам этого хватило ограничений в 50 нетворков, но это дополнительные затраты. Еще раз, если у нас правит куб-кластер, каким образом обходится? Смотри, когда у тебя приватный куб-кластер, что он делает? У тебя в GCP поднимается еще один проект, и он делается пиринг с твоим проектом. Соответственно, когда ты делаешь пиринг с другим своим проектом, то та сеть, которая выдана на менеджмент ноды, на мастер ноды, она не будет видна. Обходится это таким образом. Создается приватный куб-кластер, и там есть галочка, сейчас появилась уже в лайке, раньше через API была доступна, что создаем не приватный куб-кластер, но с паблик эндпоинт, и после этого мы прописываем авторайзет network, сейчас там по-моему 50 сетей уже можно, было 25, 50 API и мы прописываем свой API своего проекта, в другом проекте делаем cloud нас, статические API и этот API прописываем во вторая network. Ну или proxy, или proxy какой-то делаешь, что не есть вот. еще вопросы. Привет, Стас, это Сергейского. Скажи, там вспоминал Jinji, как-то плагин кубером по поводу темплейтов от Armora. А это как, у них свой какой-то пошел ответвление по поводу поддержки темплейтов? обычное Jinji можно использовать в темплейтах, да, оно суппортится, даже open community. community спинакер поддерживает Jinji сейчас комплейта. Я ее не использовал. Ну что, у них же сначала был свой рендеринг, потом они начали переходить на JSON, и сейчас не А теперь Jinji. Jinji поддерживается. И все это за полтора года. Я тебе так скажу, полгода назад у нас была версия спинакера, мы когда его начали в проекте деплойт, 1.12 или 1.15. Сейчас 1.17. И суть в чем, что мы начали копать, у нас не работали кастомные ресурсы при деплойменте калмчарта, в котором были virtual роуты для Istio. Начали копаться, а в декомендации говорится, задайте какие-то параметры через халярк, халк, командочку в контейнере халярк, проинициализируйте, а ну не то было, такой команды нет, а потом начали копаться, а она появилась в последней версии спиннекера, и пришлось апгрейдить. Хорошо, что ничего не вылетло, потому что в прошлый раз, когда я делал апгрейд, у меня повладило много проблем. Когда я рассказывал кейс, где у нас с три баки там в Амазоне были проблемы, мы одно пофиксили, второе у нас поломалось, то, что работало. Ну у нас так тоже при одном апдейте полностью все пайплайны поломались после одного апдейта. Да, да, да. Они бородную совместимость они так не особо бледут. Да, там вообще даже на код джавы не бледут. Там ошибка пишется, все, не могу приконнектиться и все, и трейс. И по трейсу я уже ребят джавистов просил, говорю, помогите, посмотрите. Он говорит, не знаю, просто отбивает API, почему не коннектиться к бакету. Я в том кейсе как раз с три баки там конфигурирул интеграцию с gcp, на конфигурирул все работает в коробке. Потом думают, да, я другие попробую регионы в другом аккаунте. На конфигурирул работает, регион другой, но в этом же аккаунте работает. Ставлю регион стандартный US-31 болт не работает. И вот таким образом нашли, что да, это ключик. А сейчас после нескольких версий это пофиксили. Ну, то есть нигде не было в чейнш-логе написано, что это пофиксили. Но оно просто начало работать. Поэтому как бы спинокер он неплохой, но он, ну, это лично мое мнение, я не настаиваю на нем, но он узкоспециализированная задача. И команда должна быть очень мочетная, чтобы с ним работать. Мы работали не с кубером, а деплой именно был через автоскейлинги и все прочее, то там на тот момент оно работало и мне очень нравилось. Просто, ну, проще, да, и там все работало вот так вот, как часики, все летало просто. Потому что оно запилено изначально под это было и запилено Netflix. Ну, да. Под кубером очень много есть нюансов. Сейчас там открыто спинокер и 390 багов ищу на гитхабе как бы немало. Да и сегодня им еще далеко, около 1000. как бы. То есть я постарался рассказать о подводных камнях, которые мы насталкивались, наступали и как бы ну и сталкивались. Поэтому после этих проектов я могу сказать, что там, где возможно, я буду отказываться от спинокера, если нет четко понимания, что именно он нужен. И нет матчерной команды у нас и у заказчика. Может еще есть вопросы? Ребят, может вопросы еще или нет уже? Тишина. Ну, походу нету. Ресурсам оно в тяжело нагруженных инвариументах, что оно по ресурсам отъедает? Одним словом. Ну, вот это в дополнение ко всему будьте готовы тратить еще ресурсы на поддержание инфраструктуры, чтобы оно там все жило. Последний спинокер, насколько я сегодня читал, они выпустили последнюю версию, пришел на одиннадцатую шало. Ну, как, на прошлом проекте я не видел, что больше там спинокер кушал больше 4 гиг, именно и двух CPO, но там не такие большие деплойменты были, я так скажу. У нас потреблял порядка 16 гиг, но это было не в Кубере, а на железке все вместе, да, все вместе железка, ну, не железка, виртуалка, на ней были все полностью эти задеплоены, плюс редис, вот машина на 16 гиг, она, в принципе, в предел по памяти была. да, вот я забыл, спасибо, что сказал про редис, в нем есть возможность настраивать спинокер с внешним редисом, но с JCP у нас, у меня лично не вышло завести, он его подхватывает, работает, но все равно там надо в редисе прописать определенные поля поменять и так далее, это описано в документации, но оно заводится через рост, с редисом, который деплоится рядышком в тот же кубер, вообще никаких проблем не было, был вот такой кейс, ну, то есть, JCP с memory store, в AWS с редисом заводился тоже, в принципе, с полпинка, вкратце все,